Давай, жалко! Эрвошка, сюда, окну! Ладно, давай, поливайон! Бросаться в огонь, не жалея себя, для этих ребят дело привычное. Авиалесоохрана борьбу с огнем в лесах ведет как с земли, так и с воздуха уже 90 лет. Сегодня это 8 отделений и 33 региональных ведомства, которые работают по всей России. Уже сейчас они вовсю готовятся к пожароопасному сезону. Очень важно о том, что служба нормального переводчика, своевременная реакция, реагирование на явление позволит спасти много человечества. Среди примеры есть. Парашютисты и десантники пожарные являются основной ударной силой, а в некоторых случаях единственной при тушении огня в труднодоступной местности. Только за последние 5 лет им удалось ликвидировать почти полторы тысячи лесных пожаров, спасти 390 населенных пунктов. Больше всего возгораний, к сожалению, приходится на Сибирь и Дальний Восток. Поэтому именно сюда решено направить дополнительные силы. Так, в 2021 году предусмотрено создание регионального северного лесопожарного центра для тушения лесных пожаров на труднодоступных удаленных территориях. Базовым аэропортом определён в Черемшанке, в городе Косноярске. В состав центра будут входить 317 человек, в том числе 167 человек акционного персонала, 150 человек по ДПС, которые будут размещены на территории Красноярского, Забайкальского краёв и Иркутской области. Для этого правительство России выделило 5 миллиардов рублей. На эти деньги планируют закупить 6 вертолётов Ми-8 и увеличить численность парашютно-десантной пожарной службы, чтобы тушить оперативно и быстро. Элькина Лестратова, Новости дня.